В комплекте не хотят они увидеть про себя. Висп минус Бэйн от команды Shazam. Надо как-то пофиксить картинку, потому что мы не узнаем, что за баны будут. Но, да, надо попросить... У Shazam. Вот, супер, шикарно, класс. Шикарно. Итак, Death Profit первым пиком сразу забирает себе SVG. Но это не Китай, сразу видно, что команды оценивают героев по их возможностям. То есть мы давно не видели, что вот распит проходит именно с этих героев, с Байнши с Инвокер. Хотя они в этом патче довольно имбалансные. Сейчас ребята понимают, что нечего терять. Вот, не отдают ничего. Ну, а в ответ, да, вот Инвокер. И какой же второй пик? Ну, будет какой-то саппорт. Может, Баратрумчики, Дарксиры, я не знаю. Чем у нас комплексити вчера? Ну, у них был Дарксир, у них был Баратрум. Опачки! Слушайте, когда это мы... Ребята, это сегодня вообще... Это Америка? Это Америка, когда мы уже в Шанхай попали. Вроде тут в Киеве сидели, сейчас все смотрели. Реально на уровне. Реально первый аппарат. Причем пуша никакого не намечается. Просто так аппарат взять. Ну, в смысле, Death Profit как бы... Ну, это такое себе занятие. Так, а слушай, Сосалка у нее вот третий спелл пресекается. Ну, если брать аппараты, чтобы контрить Сосалку ТП... Ну, опачки. Это, ну, видите, залетел. Видимо, они знали, что их будут пушить. Предполагали, да, предполагали. Ну вот, да, комплексити не очень хотят играть против пуши. Они даже забанили фактически двух героев, которые неплохо вот в агрессии, продавливании линии. То есть, Абадон, Энчантрас. Такие себе персонажи не самые приятные. Ну и вторая стадия банов начинается... Ну, комплекси пока не показали ничего, чем они будут играть. Так что баны будут, скорее всего, более-менее рандомные или неприятные для Шазам. Итак, Войт. Войт. Войт хорош по Дэдвокера, по Допарейшенам. Ну, последние дни успешных войдов не было. То есть, я считаю, что если его и берут так, да, под хроносферу, только как оффлейнеры, то нужно брать еще и других героев с контролем. Потому что вот вчера, как мы видели, китайцы набрали идеальный пик в хроносферу. То есть, там вроде как Вич-доктор и полный комплект вообще там Баньша, что-то еще. По итогу вся стратегия строилась вокруг Войта, который может ультовать там раз в минуту, в полторы. И без него ничего ребята не могли сделать. Банят зомби, боятся пуш? Да. Скорее всего, забанят еще какого-то Вич-доктора. Либо те, либо те. Неплохо заходят против друида. Под пуш тоже. И туда-туда вкатывает. Ну, какие еще герои пушащие, хороши для ребят из США, кроме Вич-доктора? Который будет и на стадии линии неплохо, и это какой-нибудь дазл? Вчера они, насколько я помню, играли всегда какие-то даблы в офлэйне. То есть, это был зомби плюс один или там какие-то, ну, просто какие-то плотные герои. Сейчас уже для пуша у них все практически есть. Баньша, Ландеруид, остались только вспомогательные герои. То есть, они будут брать так, чтобы не проседать по линиям. Вот банят зомби как раз, который практически любую линию усиляет. Забанят еще что-то такое, что будет усилять. Скорее всего, Вич-доктора какого-то. Может, брат Рума. Против инвокера аппарата довольно сильный герой. Может быть, вполне возможно. Ну, вот, кстати, Бестмастер, ну, не сказать, что сами себе забанили, но Бестмастер очень неплохо вписывается в концепцию пуша, как нам демонстрировали команды. Ни один коллектив нам это демонстрировал. Очень много команд пытались играть с Бестмастером. И достаточно активно. Но это Чен, вот минус Чен. Хороший выбор. Почему-то думаю, что комплексы доберутся до Вивера. Нет контроля, типа? Нет контроля, еще нереально сильный лайн с аппаратом. То есть придется добирать какие-то Саленсы, Директ Станы. Ну, обяжутся Шазамов. Брать какой-нибудь контроль. А уже очень много контроля в бане. То есть и Бестмастер, и Войт, и Бейн. Слардар. Это оффлайн. Слардар будет какой-то кэри под аппарата. Дальше. Ну, Вич, Доктор, Винга, что-то такое. Думаю, будут добирать Шазамы. Сейчас узнаем. Времени у них, в принципе, еще много. Поэтому могут они подумать. Слардар не лучший пик, потому что ему, кроме оффлэйна, скорее всего, никакая линия здесь не светит. А лондроид и фрифармит против любого миликшника. Даже не просто фрифармит. Выигрывает линию, ломает пушки, и ты ничего особо ему не сделаешь. Может быть, это какая-то... Может, это какой-то Дизраптор, Даззл. Ну, Даззл, вряд ли, Хилл уже, может быть, даже не будут добирать против аппарата. Нет, я имею в виду, может быть, агрессивную триплу возьмут себе комплексности. Там Слардар Аппарейшн плюс один на триплу. Может быть, может быть, может быть. Спокойная. Сыщущаяся керри. Ну, против пуша надо выигрывать линии, иначе потом просто ребята свираются в пятером и начинают тебя давить. Но здесь все похоже на то, что уже есть инвокер будет квас векс какой-то. Ну, скорее всего, если, ну, как бы я это видел, плюс аппарат, который уже, по-любому, делают от пуша, им придется брать какого-то керри, который фейс-дэмэдж, и один, скорее всего, будет выигрывать в лейте. Что-то типа антимагов, вот этих вот, спектрилансеры, там уже что они играют, посмотрим. Здесь будет какая-то дабла, я думаю, в оффлейн, довольно-таки жирная, которая не проседает от аппарата. Аппаратрумы, дарксиры, что-то такое будут добирать, шазамы. И нельзя проигрывать линии с такими героями. Задумались. Ну, да. Потому что они думают, пушить дальше или не пушить, все-таки там аппарат. Ну, вот если решил пушить, так иди до конца. Да, то вот это то, что мы в Китае видели всякое, начинается такой распик с двух пушащих героев, и потом все это пресекается с каким-то... Двумя уберлейтами. Да, это... Мне такое не нравится. Нужно быть уверенным в себе. Если ты уверен, что ты пушишь, то иди и пуш. Если ты уверен, что ты пушишь. Ну, да. А если тебя 10-0 на всех линиях убили, ты уже не уверен, что ты пушишь. Ну, слушай, тогда уже... Тогда что-то не так. Но это вещь доктор продолжает. Продолжает все то, о чем ты говоришь. Говорил. Говорю и буду говорить. Да. Не просто так же мы тут сидим. Вряд ли пошлют Слардара одного в оффлейн против Ландруида. Будет, скорее всего, какой-то добор. Даже не удивлюсь увидеть Лича. Может, даже того же Дазла. А Лич, я помню, не самый хороший герой, когда тебя пушат. Он еще крипов жрет. Ну, Медведь так быстро пушки не ломает. Плюс он идет... Это если Сол и Лича ставят в хард, то там да. Там просто ты сам себе половину крипов убиваешь, на тебя бегут, ломают тебе пушку. Ничего не знаю. Слушай, ну... Во! Вова! Не, ну на самом деле, с вот этим Фрост Армором, у Лича, который в последнее время, в последних нескольких патчах начал вешаться на здание, то пуш, конечно, замедляется. Замедляется, да. Плюс Лондруид и Баньшай — это физический урон, товара будут поплотнее. Но сейчас надо подумать. То есть, скорее всего, ведь Доктор, может быть, пойдет с кем-то в дабл в хард, но, скорее всего, он будет облизывать Лондруида в изолайне. Два на два они против Лича и Слордара все еще чувствуют себя комфортно. Им сейчас, понимая, что у комплекса дабла в харде... О, это Бетрайдер в офлайн. У них, понимая, что дабла в харде, им нужно как-то, ну, две из трех линий выиграть. То есть, скорее всего, какой-то пятый герой будет уже не в пуш. То есть, будет какой-то, может быть, Тускар. Может быть, какой-то тот же Skyrus Mage фокус под Бетрайдера. Паны остались. Я помню, на самом деле, вчера то ли Америка это была, то ли уже Китай, но был практически идентичный пуш, точнее, пик из четырех, грубо говоря, пушчиков героев. Четыре пуша еще, плюс мы удивились Бетрайдеру. Да, да, да. А зашло-то хорошо тогда? Ну, да, он инициировал, очень много делал. Реально держал в напряжении. Убанить керри, потому что есть Amplify. Керри должен будет стоять с аппаратом и желательно кого-то убивать, против пуша. На самом деле, мало контроля. Вивер также заходит. Есть лассо. Ну, лассо. То есть, если придет аппарат и вивер, ну, или любой другой какой-то герой против Бетрайдера, Бетрайдеру там особо в оффлейне ничего не будет светить. То есть, ласт пик, скорее всего, будет у Complexity. Кто-то, кто контрит Бетрайдера на линии, убивает его, может тот же Сларк, на самом деле, я не удивлюсь увидеть. Сларк вообще чуть ли не идеальный герой против Бетрайдера во всех стадиях. Если реакция в порядке. Ну, скорее всего, будет какой-то рейнджовый, я почему-то так думаю. Но если не рейнджовый, то со стадом, чтобы убивать Бетрайдера. Мортрет, не удивлюсь увидеть. Да, ты что? Монат тут сильна. Ну, вообще, да, учитывая количество физоурона, тут и палка Витч-доктора миссует, насколько я помню. Видите, от пуши никакого нет, то есть, им нет чем убивать вот это все, заходящих крипов, медведей. Будет какой-то герой, который, скорее всего, еще и в тимфайте силен. Вот гирокоптера забанили как раз. Ну, минуту, в комплексе. Надеюсь, что не будет Медузы, вот это точно. Вот это то, чего я бы не хотел увидеть в первой игре Америки. Вчера первая игра Америки с Медузы затянулась больше, чем на 2 часа. Ну, так, я думаю, в комплексе, может быть, тоже уже вспоминают эту игру и тоже не хотят эту Медузу. Может, им уже с Эмим играть 2 часа не очень приятно будет. Может, будет какая-то керри Винга с аппаратом, выигрывать линию Бетрайдера, контрит лассо. Она не худший демэдж дилер, если игра затянется. Ну, вряд ли будет Винга, будет какой-то лейтовый герой очень. Если еще будет инвокер, геймпатернадо, может быть и антимаг, и сларк, и лайнсер, что хочешь. 15 секунд остается у комплексе на последний-последний пик. Нужно все, конечно, обдумать хорошенько, понятное дело, почему команда тянет до последнего. Ну и что? Просто, может быть, кто-то встал, ушел, сказал, потяни пик, я сейчас на 5 минуту иду. 100% попаданий. Пока да, Вов, пока да. Жотма обгоняешь уже, слушай. У Жотма у нас обычно вангуют пики все на турнирах. Ну, здесь Банша в миде, Бетрайдер в оффлейне. Будет какой-то второй саппорт. Я думаю, что все-таки мобильный, потому что нужно выигрывать даблы. Ну, убивать даблы, ганга тинвокера в миде. Я не удивлюсь какому-то Тускару, Баланару. Ну, либо, может, что-то такое, что усиливает тимфайт, какой-то шейкер. Кстати, как раз-таки вчера, по-моему, был шейкер, когда Банша ломал. А, нет, это Разора был. Ну, это шейкер тоже неплохо. Ну, что же, угадаешь ли ты и тут? Нет, здесь будет, я думаю, какой-то Тускар, может быть, Баунтихантер. Ну, вряд ли Баунтихантер. Ну, свободный герой, Бетрайдеру помощь не нужна, то есть герой, который будет облизывать. Ну, типа Тускара, он будет просто гулять по карте. Ну, по сути, да, тоже вкатывается, тоже встанет, еще и Сайленс имеет, и очень сильный ульт. Ну, что же, первая карта предпоследней игры американского дивизиона начинается прямо сейчас. У нас в студии, конечно же, сидит Миракл и Вилат, и они будут комментировать для вас эту и следующую игру. Слово ночным работягам. Да, работяги вперед. Они тебя реально скоро все даже забудут, как тебя зовут. Мне сегодня реально чувак написал, сказал, ты будешь комментировать или продолжишь карьеру игрока. И что ты будешь делать? Сказал, я пока думаю, я не знаю. Ладно, ребят, с вами по-прежнему Лейкс Вилат, так же, как и прошлых пять или сколько там ночей, я уже не помню сколько, но много. Квалификации заканчиваются очень скоро, очень скоро мы дойдем, опять-таки, до отметки в 95 часов прямого эфира. Да, на этот раз в связи с объективными причинами все-таки зима, и люди иногда болеют. Мы не смогли вас порадовать, как в прошлый раз, ну или не порадовать, прям 100-часовым эфиром без рекламы. Но в любом случае эфира все равно было много, и матчей было много, и скоро все это закончится, и вы будете скучать и ждать следующих квалификаций. Ну а сейчас в комплекте против Шазам смотрим. Ну вот Шазамы почему-то два игрока поменяли ники, я не знаю, зачем это делается. Вот как бы конец турнира, и меняют ребята ники. То есть Рицу поменял, и Масон, как понимаю. Ну Рицу просто потому, что он, ну просто потому, что он Рицу. Рицу, да. Да, это человек, который не должен играть профессионально в доту, вообще нигде. Он не должен не получать ни копейки за свою игру, он должен играть в лоу-приорити на американском сервере. Вот это со мной согласятся абсолютно все. Человек, известный своими разнообразными высказываниями, действиями, очень-очень плохими, которые никак не пишутся с форматом профессионального киберспорта. Ну да ладно. Я так понимаю, Блэст — это все-таки Мэйсон, а HFN — это Рицу. Это Рицу, да, скорее всего так. Ну, MSS, Air Spirit, понятно, Бракс — это Бракс. Ну, и SVG — это SVG. Все понятно по линиям, в принципе, здесь у команды Шазам. Ну, и команды комплекции — Хански на Париж, Лимп — на Мешфол Спирит, The Freak — на Винге, Свиндлесс — на Слардаре, и упустили мы кого? Упустили мы Чизи, да, на Инвокере. Будут катать, прокачивать себе Экзорд. Ну и по линиям ДПшка, ясно дело, Мид, будет помогать там Банда. Ну вот, кстати, насчет Распирита. Почему-то в Америке-то его не любят, и появление довольно редкое. Именно Распирита. Любят в Китае, и все. А тут вот неожиданный пик, поэтому, собственно, его и не банили. Ну, вообще, в Китае мы видели уже очень много вот этих Распиритов, которые, ну, жесть, какой дисбаланс носили в некоторые моменты. Видели мы и в Европе. В Америке, да, действительно, еще качественных вот таких запоминающихся земляных духов мы еще не наблюдали. Но, ну, может быть, сейчас... Посмотрим, что вот будет, да, потому что я даже не припомню Распиритов вообще в Америке, если честно. Но вот МСС стоит, пока что ждет, в принципе, если сейчас Чизи еще раз подставится, то его спокойно можно убивать. Ну, да, если буквально сейчас от кулдауниться Сифон, ну, куда же ты покатился? Рано, там Доспрофит только первый сформ, нет смысла. Ну, подожди ты 20 секунд, постой, следующая пачка крипов, от кулдауниться Сифон, с формом задует, качивайся Баудером, попробуйте сделать враг. Но тут поспешил МСС и уходит сразу же на топчик. Да, на топе там Лимб стоит на фарме. Ну, вот, угадал абсолютно все пики Вова практически. Вот просто царь, тот же Лич. Вы же понимаете, что... Так, ну, кстати, врыв на Бракса, сам страйк пошел, по чилинтачим. Ну, дэмэджа не хватает, фэрфлай, и просто можно даже делать телепорт на тертревушку. А, можно еще убить кого-то, либо развернулись. Там три стака уже висит на Лимбе. Ой, как больно. Это и Браксу, Бракс, Бракс. Пока нет размена. Бракс до конца на мужика стоит, и 2 в 1 должен быть размена. Да, да, очень хорошо все сделал Бракс, если бы он сразу же сориентировался, если бы МСС дал им буквально чуть-чуть, чуть-чуть раньше, Бракс бы сразу пошел бы драться и заливать напалмом, чтобы было побольше новостика напалма на Парижне. Я думаю, мог бы он еще и выжить. Парижн мог бы умереть и до этого. Но в любом случае, все равно все очень круто было сыграно. 2-1 в пользу Шазамова. Ну и едем дальше. Я, к сожалению, к своему стыду, точнее, признаю, что я, к сожалению, не посмотрел котировки на этот матч. Там 1-3 на команду комплексы, и там районе 2,5 на Шазам. В общем, в комплексе фавориты, как и были во всех матчах предыдущих. Там 1-1, коэффициент 1-2 был. Да, 1-23, и КП дает на комплексы. Ну мы-то знаем. 3-32 на Шазам. Мы-то знаем, что комплексы любят проигрывать, умеют. И, честно говоря, состав не выглядит сильным. Настолько сильным, как казалось мне, когда этот состав, в принципе, появился. Там этих 3 шведов пришло, и было страшно. Но вот как-то... Да, изначально казалось, что в Америке они действительно будут просто-напросто доминировать. Да и, в принципе, на разнообразных квалификациях показывали очень хорошие они матчи. Но вот здесь мы видим, в группе тоже было все неплохо. Но вот вчерашняя игра, конечно, заполнится надолго против Архонов. Ну и вот пока начало с Шазам очень хорошее. И Друид фармит, и Профетка фармит. И на топе, я думаю, сейчас МСС будут снова помогать убивать. Это уже Апаришина. Первый стакк Напалма. Второй полетел. Эрспирец. Танчик есть, но должны убивать. Должны убивать Анскина. Члены точка себя больно. МСС надо отойти. Да и Бракс под вышку вот такого. Две тычки. Лимб. Дальше еще один удар от Лимба. И не успевает Лимб. И сам чуть не сгорел. Да, остается там буквально 50 хп. Да, тут немножко опасный момент был. И в итоге, опять-таки, неплохой экшен устраивает ребята. Да, стоит прекрасно понимать, что вот этот вот товарищ максит в миде экзорд. Или, может быть, это опять-таки будет как в Китае? Я думаю, да. Пока рано делать выводы. 2-2-2 и поехали там что-то дальше выбирать. Но опять-таки экзорд в миде сейчас действительно имеет смысл. Потому что на топе постоянно экшен устраивает. И вот этот санстрайк, если он залетает, это уже хорошо. Второго санстрайка, конечно, это не так там суперкруто. Дэмэджа не очень много. Но вот инвокеру еще там два левела и санстрайк какого-то четвертого уровня. Это уже очень неприятно. Ну да, ну тут в принципе под лосом уже. Но в целом в файте там того же Батрайдера поднять с Витра, того же Вичдоктора поднять с Биттез Варта, той же профетки сжечь ману. Я думаю, что все-таки пойдет в экз скачать сейчас. Второго санстрайка хватит. Вполне там сколько? 162 чистого дэмэджа. Ну посмотрим. Пока непонятно. Пока везет к себе манга, везет к себе танга. Ну и, как мы видим, захватывает линию Рицу. У Рицу все просто замечательно. 23 крипа, 11 денаев, у инвокера 11 крипов в принципе только в наличии. И стоят они 1-1. Пока что никакой помощи от саппортов, ни уколов, ни у шазам я не вижу. 1-1 просто игра, и Чези Мид проигрывает. Да, действительно очень хорошо все идет у ДПшки. Ну посмотрим, как дальше будут дела идти. Пока, пока, конечно, очень круто. Ну и Мид пришел помогать МСС, на этот раз в инвизии. Ну и Чези надо быть поосторожнее, может подставиться. Это будет минусы им поставиться. Там будет сайланс, просто в инвизии даже не уйдешь. Но вот Чези пока очень аккуратничает. Но если немножко выйдет подальше, то все. Но он понимает, что что-то здесь не так. Он прекрасно понимает. Опять-таки эти паузы. Пакет лосс. Паузы, да. Окей. По поводу там буткемпа. Сегодня, кстати, были разговоры. И вчера мы общались в эфире на эту тему, что там сидят на буткемпе, и у одного лагает, у которого не лагает. И, кстати, сегодня вот результат Европы, который закончился, Liquid и TeamSpirit прошли. И сразу же Габлака… Хорошо написал очень, да. Да, что две команды, которые не собирались на буткемп, выиграли квалификации. А Vega, Empire, Elements, Na'Vi, и все команды, которые на эти самые буткемпы собирались, вот с этих самых буткемпов домой и поедут. Ну да, но это очень интересная статистика на самом деле. Не знаю, совпадение или нет. Ну, опять-таки, мы много говорили о том, что буткемп иногда он нужен, но не всегда. Он нужен перед каким-то длительным хорошим ланом, как сам мажор. Квалификации – это такая тема, что лучше иногда играть в домашних условиях. Домашних условиях. В трусах сидеть, сидишь там в тапочках, если заказал себе пиццу. Ну вот, согласен. Да, так как ты играешь с Вейбаба, так как ты играешь в пиццалке на других квалификациях, на других турнирах, и вот для таких молодых парней, как Айсберг, Рамзес, это оказалось очень важно. Так же, как и для самого Артура. Мы с Артуром это обсуждали. Ну, молодцы, конечно. Team Spirit. Я еще раз поздравляю эту команду. Поздравляю Артура и Флая. Действительно заслуженно. Молодые, конечно, красавчики. Ну, очень-очень жду их увидеть на мажоре. Две СНГ-шных команды будут. Не так много, как хотелось бы, конечно, но... Ну, да. Так же, как и во Франкфурте это было две, так и здесь будет две. Ну, на Интернешне у нас было четыре, и результаты были такие, что лучше лишний раз не разочаровываться, да? Ну, да. Так что... Лучше две, но хороших, чем четыре, но... 14-16 место, это последнее. С плохими результатами, да. Ладно, снизу получает, тем временем, Мэкспу, Вичдоктор отдал ему линию Медведь. Сам ушел в лес у нас Мэйсон. Фармит на Лондруиде. Есть у него талончик уже. На топе Батрайдер, Бракс. Очень больно. И выходит сюда МСС, говорит, давайте поговорим. Харнский на подцепление, но Бракс с ней пойдет. У него нет класки, у него нет никого подхилы, поэтому лучше отойти по-хорошему бы. И Бракс. Ну, сейчас ранг вилла отхилится. Было бы хп, конечно, это было бы даблкил спокойно. Ну, тут, конечно, лимпу будет очень трудно, потому что там и Эрспирит, и Батрайдер будут вечером тащить, будут тебя свапать там. Точнее, как раз ты свапать не сможешь. Ну, вот, кэри венга. Я возвращаюсь к вопросу. Вот сейчас улетал Бракс, почему не было Санстрайка? А он был Санстрайк. Там было, разве, Санстрайк? Да-да-да, он был до этого. Я думаю, может, он просто не дал его. Был, был, точно. Да, там в три уже экзор, то есть Санстрайк действительно опасен. Внизу поцепили друида, и вот он Санстрайк взяли под крашик, под фрост пласт. Вышел на линию. Опять-таки, линия с личом, это очень круто. Причем линия лич Слардар. Вот этот Слардар, он будет, его можно, в принципе, называть уже кэри Слардаром, потому что он намного более кэри, чем та же венга, например, да. Ну, венга там тоже, конечно, фармит, венга, конечно, тоже крута, но Слардар здесь выносит просто какие-то неимоверные деньги, и постоянно линия держится очень хорошо, потому что имеется лич, ну и мы сами прекрасно понимаем, что тут ничего не сделаешь абсолютно, и медведь вынужден уходить в лес, а вещдоктор толкалм-левел получить не может, и в итоге у Шазамов за счет этого будет проблема. Ну вот очень правильно говорил Смайл, в принципе, тут венга не может быть кэри, это такой саппорт, который фармит, и, грубо говоря, команда играет на одинаковых позициях, все фармят. Это очень круто, опять же, Лим просто получает очень много опыта, очень много денег и реализует свои артефакты. Так что, да, будет игра на инвокера, будет игра на Слардара, у Слардара с такими успехами блинк будет к минуте 12, а мы понимаем, что с Страйком, который уже экзор четверку, там такой будет огромный дэмэдж под краш, который тоже наносит немало урона. Да, да. Ну и будут давить. Ну вот Друид, да, уходит в леса, оставляет линию для СВГ. МСА здесь стоит, ну да, СВГ, кстати, может здесь себе ультимейт, почему бы нет. Но там выход есть от Свиндлоза, притом так тупой, понимает, что у него Сустрайк есть, и его можно просто дать выйти, дать краш, удар, и Сустрайк просто добивает этого бедного вича, у которого 600 хп. Он подхилится, там Сустрайк уже четвертого уровня должен быть. Нет, да, четвертого уровня Сустрайк. Там очень больно, очень. Это чистый дэмэдж, пробивающий БКБ придачу. Ну и Свиндлоз надо убивать Друида, попытаться бы, нет. Просто дает Amplify. Блин, как же страшно-то сейчас. Страшно фармить. Вот ты понимаешь, ловишь стан, все, ты минус. Ты автоматически в таверну отправляешься, даже будучи Друидом. И там же сейчас еще начнет выбегать Вингау, у которого есть уже свапы, от которой ты просто так не спрячешься, она будет выбегать в смоке на линию, свапа тебя станет, ты умираешь. Вот сейчас надо комплексти более активно начать играть. Я думаю, они это прекрасно понимают. Но они будут давить, понимая, что Друида требует фарма. Если это будет еще какой-то рейдинг, то мы понимаем, сколько времени это займет, так как фарм не идеальная. На центре Чези живет. Так что сейчас колы выйдут. Ну тут блинк появляется с лордара, все, сразу выходи просто пятером и идти давить, давить, давить. Девятая минута игры на данный момент идет. И мы видим, что преимущество, в принципе, уже имеется у комплексти. Если это не в крипах отображается, потому что, да, Банша, по крайней мере, неплохо отстояла мид, то в глобальном плане преимущество, если имеется, полетел у нас Булыжник. Немного не хватило. Но вышку забрали, в принципе, Булыжник откинули, и можно отойти. В принципе, с ДП надо вышку забирать в 10-й минуте 100%. И Мексорцизм тут вопросов быть не может. Ну и Медведь фармит Лиса. Внизу Вичдоктор. Вот-вот получит ультимейт. Ну да, Слардар уже тысяча золота на топе Винга на полном реформе. Не знаю, две линии фармят. Там барабанок, понимаю. Слардар, в принципе, тоже фармит, а тем более, что забрали сейчас таву. Так да, да инвокер тоже, в принципе, не жалуется. Ой, не Слардар, инвокер да инвокер. Да, и там, как у меня будет Медас, уже есть деньги на рецепт, хотя непонятно, купил бы уже рецептик тогда. Однозначно, надо тут Медасики продолжать набирать хорошо таву. Ну, Медас и Юлут, это стандартный такой экзортный инвокер. На топе сейчас будет выход от МСС. А тут Лимб и Ханскен. Ну, Лимб, кстати, уже не слабый. У Лимба уже много хп, и смотри, как чувствует сейчас комплекс, и убегает от сюда Лимб. Ну, а Ханскен в лесах уже запрятался. И, в принципе, его тут не достать. Когда у него еще что-то левел получится, но в итоге все очень хорошо. Там беда, там даже если нападаешь подвышку, летит Свардар сюда и, собственно, наказывает вас. Поэтому лучше Шазам так тупую не гангать. Просто заходить там подвышку и кого-то искать. Лимб может так глядеть, у него есть свап, он, если что, свапнет своего тиммейта, отойдет подальше. Ну, Лимба вот-вот барабан. Опять же, такой артефакт именно боевой. Именно то, что идти и воевать, там пушить. Да, да, и это будет правильный выбор, и мы понимаем, что это Винга. Вот всегда в драке ты смотришь на эту Вингу, тебе кажется, ну, не надо на нее особо обращать момент. Снизу у нас экшен, и поймали Свиндлза. Свиндлза, да, загулял, просто пошел на этого бедного Вичдоктора. Санстрайк будет и попадает ровненько в цель Чези. Почему сразу он его не дал, когда Свиндлз ворвался, чтобы увидеть? Может, там крипы стояли, скорее всего, поэтому... Может быть, не дал. Решил не сейчас, но в любом случае хорошо, забрал Чези Вичдоктор. Но потеря, потеря Свардара, это, конечно, не очень круто, потому что было у него там 1700 уже голды. Немножко откатывается он, МСС пятый левел. МСС заработал еще один фраг, МСС за счет этого получает уже Аркантапки. Хэнд оф Мидас появляется у Имбокера, который, несмотря на то, что, казалось бы, проиграл линию, идет на первом месте по Нетворсу. Ну, так вот, да. Пошел в леса, поформил два фрага, взял как-никак. Ну и вот Батрайдер, Блинк есть, можно его купить. Надо покупать Блинк с Маки, куда-то выходить с командой. Или можно купить Мидас. Мидас. Ну, нет. Был у нас когда-то матч с командой Пауэррэнджерс. Мидасик? Да, когда на легкой линии Батрайдер за пять минут нафармил огромное количество денег, и на шестой минуте он купил Мидас. Их просто избивали как детей после этого. Он ничего не мог сделать. Не покупайте Мидас на Батрайдере, не надо. Не, можете, можете. В лоу приорите вам всегда будут рады. Ну и вот он смог моментально, при том комбинация вот эта всеми понятная. Это Дезвар плюс Лассо и просто бить, бить, бить. Очень больно для Лимпа, для Паришина. Ну, лучше Паришина, конечно. Он потоньше. Улетает, кстати, отсюда Лимп, и вот Паришин остается один. Как же четко все сделал Лимп, он буквально секундой назад... Ну, он не то, что четко, он даже не знал, что он улетает, и там его цепляют. В итоге сделал там четко, да. Опасный был очень момент. Если бы сейчас цепанули Лимпа, это был бы стопроцентный фраг, было бы неприятно. ДП тем временем погибает. У нас Инвокер разбирается вместе с Лимпом, который прилетел в мид. Он не улетал, он наоборот гонгировать летел. Гонгировать, ну, конечно. Со свапом уже свап реализован. Ну и там, опять же, дэмиджа со страйка очень много. Внизу вышка также должна падать. Ой, не знаю, все слишком плохо пока в Шазамов. Непонятно, чем дефить, потому что колы будут идти давить настолько в тупую. Они жирные, там под личом, айс армор уже прокачан. Ну, надо фармить. Лондруид тысяча золота. Я не знаю, стоит ли фармить. Тут какой-то радианс. Да, вот вопрос. Есть вероятность того, что пока у тебя будет где-то 3200-3400 на руках, к тебе могут уже заходить в хайграунд какой-то там, да. То есть у Лимпов сейчас преимущества нету. Это ноль. Вот ровно ноль. По экспертам чуть ли не впереди. Но у них такие герои, и у них сейчас появились такие артефакты, что можно топтать и топтать. Они преимущества могут там за пару минут спокойно набрать. Ну и Шазамы выходит. Батрайдер будет ли прыгать. Батрайдер прыгает. Зацепили Зефрика. Зефрик ловит Сайленс. Ставится Дезвард. Ну на леча столько потратили всего. А ответочку какой-то там нет. Изварда там нет лассо. Ой, ой, далековато-далековато. ДП пошла сейчас. Да, инбокер пытается отсюда уйти. Все-таки будет гореть инбокер. Все страйк. Ну и вот очень странно все вышло. Поддержки нет никакой. В инвиз ушел. Ну там есть Тифон, поэтому должны убить. Сайз Бласт, да ладно. Чейз здесь-таки ловит Сформ. Ну а почему... Винга-винга, минус Бракс должен быть. Хорошо поймали еще СВГ. СВГ тоже должен погибать. Ну нечем его добить. Нет, пойду, пойду. Сейчас каски закончились. Можно на барабанах просто бежать. Все на барабанах побежали. СВГ. Какие же там удары просто по челентачи. Мы пассивочкой лимпа. Ты знаешь, Медведь только что засейвил, потому что дал вовремя крик с Windows. Поехал в мид. Банша, проблемы у него будут. Сейчас будет станчик. Будет тут же Amplified Damage. Правда, Silence. И ты знаешь, не достает лимп. МСС врыв. А у тебя свап еще есть. Магнетайз. Магнетайз работает. Магнетайз неприятно. Чен, боже, лич появился. Чайник продолжает летать. По Медведю, по крипам. По Медведю, по крипам. По Медведю дальше летает. Лимп уходит все-таки от Магнетайза. И никого не потеряли. Вот в этих догонялках на МСС. А еще прыгает у нас с Windows. Можно убить. Там есть фрозбласт. Надо его кидать. Зафрик кидает. Еще один удар. И тут врывается. Сейчас будет санстрайк. Просто бежать. Бежать, бежать, бежать. Краш и бежать. Айсбласт не туда. Да, санстрайк. Попадает, но не по тому, по кому нужно. Но с Windows, конечно, уйдет. Да, могли намного лучше подраться. Могли намного лучше сделать колы. Но, в принципе, то, что они и так сделали, уже можно назвать, в принципе, успехом. Забрали, по-моему, троих героев сначала. Да, разменные инвокера одного. Ну, там файт ровно 19 секунд длился. Вот только-только лосо откатилось. Полтора минуты бегали. Туда-сюда, налево-направо. Но потеряли инвокера. Неприятно. Ну, лича до этого тоже теряли. Но, в принципе, лич, мы видим, там потом отыгрался. Появился, дал членник. Ну, да, пришел, помог опять же. Ну, вот инвокер будет. Юл тоже будет очень жестко. Проказ какой-нибудь Вич-Доктора, какой-нибудь Расперита. Это очень больно. Ну, иду дальше, Кола. Вот он, свап. Зацепили. Дэз Профит. Айсбласт. Санстрайк даже не понадобился. И очень быстренько, казалось бы, ДПшку, которую уже практически с Юл убивают. И заход будет на мидл. 30 секунд нет. Прыгает Свиндлесс. Как же далеко Свиндлесс заход. Ну, со страйка нет. Со страйка нет, это ошибка. Ну, ничего страшного. Он жирный, но у Дэз Профит, проблема. Свиндлесс под спринтом. Нет, без спринта Армсеру погибает. Бласт залетает. Минус Вич. Доктор МСС можно убить. И улетает просто на миллиард рейнджа. И уходит. Ну, конечно. Это же первый левел обаулдер. Можно же уйти на миллиард рейнджа. Медведь у нас, кстати, купил себе перчатку. И вот увидим, Мидос ли это или Мэлл Штром. И то, и то, в принципе, имеет смысл. 1400 голды. Я думаю, Мидос, ну, менее-менее перспективен, чем Мэлл Штром. Потому что, опять-таки, мы возвращаемся к тому моменту, что будут нападать колы, так как они уже нападают. И защищаться придется. А Мэлл Штром для этого немножечко получше выглядит, чем... Да, Мидос, я не думаю. Да, опять же, Мидос это не боевой артефакт. Хотя, нет, рецепт на Мидос. Ну, не знаю. Честно говоря, спорно. Согласись. Когда вот такой пик у колов. Они просто рассчитывают, что им дадут время. Вот так вот. Они просто уверены в том, что им дадут время. Вопрос с колы. Будут ли это время давать? Потому что колы сейчас могут реально пойти сейчас зафармить, как бывает в команде. Что-то пошло не так. Кого-то потеряют случайно и пойдут фармить всю игру. Ну, нет. Смоук есть. Наверное, могут и на Рошана выйти, имея Amplify, имея Invoker, Selected там, имея еще и Wingwood. Да, там под ВВМ там будут просто огромные минус арморы. А могут пойти в леса. Там есть тоже клиенты. Там много клиентов. И колы могут очень круто повоевать. Если они начинают файл, то они воюют отлично. Если начинают Шазаму, то проблема может быть. И Банша, Санстрайк, Метеор, Айс Бласт. Как же больно. Как же они хейтят Рицу, а? Да, Рицу сейчас дают. Смотри. Как бы не ливнул. Потому что 1-4-1 счет. Была у нас игра уже на Банше, где он ливнул. Они против комплекса или они играли? По-моему, против комплекса в группе они играли. Да-да-да, так и было. Я, конечно, блин, мне же захотелось проверить просто-напросто. Где на 26-й минуте 0-6 у него было. И сказал Рицу своим тиммейтам, братан и сорян, я на такое не подписывался. Да, комплекса с Тишазам играли. Они 7 января поздно вечером. И на первой карте действительно Рицу играл на Банше. На 26-й минуте при стате 0-6 у него было. А он просто сказал пацанам своим, я ливаю. Ну, точнее, он ничего не сказал. Он просто рычка. Просто ливнул, да. Но тут ливать нельзя. Там, если еще были групповые этапы, то тут все очень важно. И нужно побеждать. Ну и на топ. Колы пошли. Шазам нужно отсюда просто сломя голову бежать. Иначе, опять же, файт может быть провальный. Хоть и варды стоят, но там смаки уколы всегда в наличии. Не стоит лезть. В комплекте классно сейчас двигается. Опять-таки по всей карте ищут. И противник вообще не дает места пофармить нигде. Ну и вот они, вот они графики. Да, там буквально за пять минут из нуля превращается в три тысячи. Немного, но все будет идти дальше. И так, если колы будут продолжать идти и убивать. У Чеси появились ветра. У Чеси есть 1500 голды сверху. Циндлз имеет 1000 голды. Винга приобретает себе Клеймор. Это будет выход в Шедо Блейд. Ну, Шедо Блейд, да. Может быть, в Сильвер Рейдж какой-то, если захочет. Непонятно зачем. Ну, он здесь не нужен. Я думаю, просто лотар будет. Так, опять же, агрессивный очень артефакт. И полетел вниз. А в Соло просто. Просто Sunstrike, да, и не понадобился этот IceBust. Слушай, они продолжают. Они нашли слабое звено и давят на него. Я всегда вспоминаю историю. Когда-то во времена DTS 2010 года. Молодые все были задорные ребята играли. И тогда было модно на разнообразных IC-капах. Или где это было. С девчонками погонять и так далее. И мы один раз наткнулись на игру, где Artstyle играл со своей подругой. И с ее тремя подругами. То есть Artstyle с четырьмя девчонками. Играли пабы на IC-капе. И мы просто зашли под фейками. Я, Дэнди, Dima, Light of Heaven, Dread. И еще кто-то с нами был. И просто-напросто всю игру бегали и убивали исключительно Artstyle. Он заканчивал игры со статой там 1.17. 1.18. Нашли слабое изменение и давишь на него, давишь на него, давишь просто. Так же и здесь. Как Рицо, да. Ой, я типа смотри, что происходит здесь. Его просто с руки избил Лимб. А Лимб очень жирный. Он невероятно жирный. Магнетайз. Там еще и стики есть. Он еще и свапнется, если захочет. Фардар прыгает. Привет, МСС. Должен развернуться здесь. У нас товарищ на венге. О, Светер. Просто все ровненько. Это, это, это очень круто. Ну, пока, да, очень сильный. Ну, Шазам, что остается делать? Только сплитпуш. Они не могут идти в контакты бою. Они сплитпуш, они там на топе сплитпушили. Внизу пока вышки садят. Только сплитпуш. Идти сейчас воевать, это смерть. Имеет ДПш колондуида. Только идти и просто эти файты выйдет. Ну, и размениваться, да. В комплексе-то тоже вышки отдавать. 6.14. Вот уже преимущество. Около 6.000. И оно будет расти. Да, да, вот о чем мы говорили. Сейчас попадают в Аурам. Там Винга приобрела себе уже Шедоу Блейд. Сейчас и она тоже будет бегать. Винга, мы только что видели, что она делает с Вич Доктором. Она просто дает ему станы под минус армором. За три удара убивает. Очень, очень большой дэмэдж. Как бы в три пока аура. Ну, и с Шедоу Блейдат. Ну, она сейчас просто Баншу в соло убьет вообще. А мне в целом нравится пик комплексити. Он такой настолько агрессивный. Такой идеальный. И мне не нравится пик Шазамов, если честно. Просто набор персонажей в тупую. Это как мы сегодня утром комминтили. Вот это когда первых два пика инвокер и ланая. Так что это такое? Ну да. Привет. Вот тут тоже Шазам, по-моему, взяли что-то не совсем то, что надо. Ну и побежали. Побежали искать жертву. Хоть какую-нибудь может быть даже Death Profit. Но Death Profit фармит опять же со своей командой. Ну да, надо группироваться с Шазамом. Не ходить по одному. Не ходить даже вдвое. Да ты знаешь, это тоже опасно. И то не спасет, не факт, да. Будешь ходить по пятером, получишь просто Ice Blast в пятерых. Ice Blast, там и Meteor, и Бласты. Да, там много чего. Опять же, и тот же краш элементарный. Просто через всю карту вообще ничего не боятся в комплекте. Они сюда идут. Рядом тут также имеется Лич. Лич не особо-то полезен. И Swindless. Swindless прыгает. Нашел Бракса. Какую? Нашел. А, ну Варт стоит, да. И Бракс под урной. Да, он там сгорел. Чейзи. Чейзи. Но он с Аигисом. Чейзи может танковать очень много урона. Чейзи, МСС убить не получилось. Филл поднимает себя Swindless. Amplify повесил за фрика. Ну, Чейзи таки потерял. А Аигис хорошо. Медведя не надо отпускать. Swindless за ним побежал. Будет прыгать все-таки, наверное, за МСС. Нет, не будет прыгать за МСС. Не будет. Ну, убили дворик. Бэтрайдер выжил. Вот, что удивительно. Пытается еще с анстрайком поймать. Бэтрайдер выжил. Там бросили на него урну, но ему хватило регена. Он все-таки остался в живых. Но, в любом случае, там минус 2, минус тавр. И всех разогнали. Ну, да. 1.6.1 уже Death Profit есть. Но пока терпит. Как говорит, еще играем. Еще пока могу контролировать себя. Ну, и захват на вышку. Мы должны ее здесь забирать. Я не знаю, опять Шазам сюда лезть не стоит. Даже имея лассо. Ну, не надо. Лучше не надо. Инвокер. Купил себе Блинк. 200 запас золота. Купить рвала себе нужно элементарно. Инвокер с Блинком. Это прям вообще... Ну, да. С Юлом этим просто Блинк. Юл любого персонажа. Их тут проказ. Бласт. Метеор. Санстрайк. И до свидания. То, как играет с Windows в этой игре, это тоже можно, не знаю, книги писать. Лимп побежал. Да все круто играют. Вот сейчас у Кула все играет. Смотри, смотри. МСС. Санстрайк. Просто Санстрайк. Вейп. Бум. А из Бласта уже давать не надо. Он здесь лишний всегда. Ты знаешь, что Санстрайк не надо было давать. Он бы его тоже добил. С Windows нашел медведя. И вот у Медведь. И как же больно. Медведи. 2 700 хп и... Он меня сбивает. Он такой бьет, бьет, развернулся. Надо какой-то эффект сделать, потому что ей правда непонятно, что они убегают. Чтобы над ними висело такое испуганное лицо какое-то и так далее. Что они просто развернулись и бегут. Ты думаешь, куда вы побежали? Глупцы. Вернитесь. Они, оказывается, не глупцы. Лич смека. Опять же, очень хорошая арта и для пуша, и для войны. Ну, не знаю. Шазам, шазам. Фанатворс. Мы видим, что... Ну, друид второй идет. Да, неплохо. 2 800. Но будет это Радиенс. Ну, будет, наверное, но к этому моменту... Ну, я не знаю, что сможет, опять же, этот друид делать. Если сейчас кола, буду давить дальше. Остается 1-2 вышка, они могут пойти на хэгграунд потом. Забрать Рошана, как он появится, и идти на хэгграунд. Почему нет? Вот надо забирать Т1. Однозначно надо. Ну, и друид просто сплитпушит. Опять же, сплитпуш, сплитпуш, только сплитпуш. Сейчас он не может идти помочь своей команде. Медальон от Death Profit. Очень интересно. Ну, это типа Соло Крест на... Ну, я не знаю. Ну, смотри, что дает медальону. Он дает армор. Армор здесь нужен. Больше я объяснить не могу, почему тут... Ты не поверишь, но эту фразу любой комментатор Доты 2 может сказать вообще в любой момент любой игры абсолютно. Медальон, он нужен, потому что есть армор. Ну, конкретно здесь, да, минусы армора очень много, но не знаю, не знаю. Ну, я не понимаю, почему именно медальоны, какой в этом глобальный смысл, может быть... Ну, Соло Крест еще, ладно, как-то можно будет объяснить, если это будет Соло Крест, он неплох. Можно, да. Но на Death Profit артефакт явно не самый популярный. Ну, ладно, посмотрим. Рицу взял, Рицу, значит, знает получше, чем мы, чтобы... Не, в этом-то я сомневаюсь, что он знает получше, чем мы. Ну, ты слишком. Так, Рицу все-таки дошел до... Дошел до ручки. ...финала Лузеров-то. До ручки он дошел. Ладно. Рота Фотос, Атанш, Топаришина. Не будем овнить его. Вот Рота Фотос для большей было бы хорошо. ХП дает, Соло Дэрл. Да, немного очень. Атанш, 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 Топаришин, это плохо. Лол, братан, это 3200 копеек, правильно? 3100, извините. Это очень много денег. Ты можешь купить себе... Рицу, 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 Рицу должен умирать все равно. Бласт и минус Рицу, 1-7-1. Чинфрос, правда, кстати, плохой был от Чайника. Ой, от Лича, боже, извините. Чайник от Лича, Чинфрос от Чайника. Ну, потому что он реально мог бы его сэкономить и дать там более вот этих вот напряжных людей, потому что там все-таки умирала уже и так большая. Ну, и лимп, лимп. Может быть, Бракса найдет. Прокликали, видят, где Бракса может стоять. И давай, о, есть вейв. Ну, там блинк, 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 блинк. В кулдауне стан нет. Со страйка не надо. Не надо. Ты видел этот демэдж от Винги? Это вообще законно? Там просто ужас какой-то происходит. На такой минуте столько урона иметь. Да, ну, там Доминатор, там Лотаро, там Барабана, ПТ. Очень много крутых артефактов. По графике там больше. 14 тысяч по золоту, 10 тысяч плюс по опыту. Лондру и 3800. Лот только-только может купить Сакрид. Как Курьера сюда еще довести? Потому что ворды, посмотрю, уколовки стоят крутые на секрет-шопе. Они все видят. Они видят все. Они просто сюда придут, этого Курьера убивать будут. Так что... Не знаю. А может быть, это не Сакрид. Может быть, они что-то другое фармит. Сейчас купит всем просто Майл Штром. БКБ просто на Медведя купит и все. Это будет прям next level. 400 или Рапиру. А Медвежонку, что это хорошая идея. Ну да. Лучшая просто. Ну и БКБ. БКБ купил тем временем Swindles. У Swindles все отлично. У Венги 1400 и появился у нее Доминатор. Там Sunstrike куда-то летит. Слышу. Ну да. Снова минус Death Prophet. 1.8. Подцепили Лимпа. Дезвард. Лимпа. Должны убивать. Но с таким трудом. Так его долго бьют. И на развороте... Боже, он еще запилил Виндждоктора с руки и просто... Хороший герой Венджфул Спирит. Ну, убили хотя бы Вингу. Но, правда, погода-то особо не делает. Потому что фрактам достается Дочдоктору и Батрайдеру. И... Ну, вот тысяча золота. Да. Тысяча золота есть. Рошан появляется. Для колов это просто... Лучший вариант сейчас прийти забрать. Вортекс не палит его. Чичитайвинг не поймал. Ну и дождутся Вингу и на Рошанчика. И вот уже с Аегиса можно попробовать зайти и на рампу. Инвокер. Аганим себе взял. Тысяча золота имеет запас. Но теперь точно Травеландов взять. Они не помешают. Ну, потом-то берет, да. Действительно, это единственный артефакт. Ну, он еще БКБ можно взять вместо, опять же, телепорта. Я думаю, он уже не успеет. Скорее всего, в ближайшее время колы должны будут забрать Рошана и, наверное, пойти уже на хайграунд по миду и закончить с хайграундом больше 17 тысяч. Ну, конечно, конечно. Тем более, опять же, с друидом лучше, опять же, не играть долго. Потому что, да, друид. Он, конечно, пока что ни о чем, но... Мы видели вчера друида, который тронами разменивался, так что... И друид, мы знаем, больно делает здание. Так что лучше, действительно, его не отпускать. В никаком случае не выходить с ним в размин тронами. Ну и в смоках побежал Инвокер, побежал Сардар. Есть Родианс. Да, Родианс есть. Опять же, тайминг не самый лучший, но он есть. Окей. Теперь вопрос, как быстро колы смогут игру закончить. Желательно, конечно, закончить через минут пять. Курьер. Раз, два. Нет. Слушай, Чези, это подцепили. Чези, Дезвард. Смитлспрек и краш по-троим. Ну, Чези больно. Чези очень больно. Культ аппарата тоже отличный, правда, ветра есть. МСС погиб. В драке его здесь не будет. Медведь пытается уйти. Свиндлесс. Краш. Свиндлесс бежать. Свап хороший от Лимпа есть. Слимп и вот он чайник, чайник, правда. Отличный чайник. Там просто медведь, там просто медведь. Столько делает и катапульта, катапульта медведя убивает. Знаешь, становится впечатление, что вот они реально всю драку бегали просто под экзорцизмом, под кучей сайленсов, и они просто все фуловые. Вот реально их било все. Там был и магнетайз, экзорцизм, и сайленсы. Демеджа нанесли Шазамы. БОЛЬШЕ! Они даже больше демеджа нанесли. Ну там, понимаешь, в чем беда? Они очень много потратили на чайзи, а потом оказалось, что у него Аегис есть. Внезапно. Там лассо, там дезвар просто в одном чайзи, а тут да, а тут такой Аегис. Такой, что? И все. Да, и потом, как убивать во второй раз, непонятно было. Ну, могли бы сейчас попробовать колу попушить, но там крипов было. Не было крипов, я понял, почему они не пошли. Ну, очередной хороший заход, очередные несколько фрагов, очередные несколько фрагов без потерь, что самое главное. Ну и можно, наверное, уже думать про какие-то более умные вещи. Про следующую каратуру уже думать, что пикать. Комплексити. Why not? Ну да, напомню, что, как я понимаю, DC ждут в финале. Да, Digital House уже ожидает. Победителя вот этой вот пары. Digital House в любом случае должны идти фаворитом у букмекеров на тот матч, с кем бы они ни играли, с Shazam или с Комплексити. До сих пор я считаю, что их вчерашнее поражение против Вархонов – это просто какая-то глупая нелепость вчера. Ну вот, в принципе, DC на прошлой квалификации проиграли Анноуном. В принципе, в такой же встрече это был финал Узеров, если я не ошибаюсь. Поэтому второй раз подряд проиграть эту встречу будет настолько обидно и снова в шаге оказаться… Ладно, уже проиграть в групповой этап не так обидно, но проиграть в финале – это всегда самое ужасное, что может произойти. Владмирс покупается с Лардаром. БКБ от Винги. Какие же страшные артефакты. Кола-кола, надо идти, надо давить с такими артефактами. Наверное, сейчас просто возьмем себе БКБ и откликнем, да. Это будет самый лучший вариант, чтобы его просто не убивали быстро, потому что там больно, больно-больно. И вот Кирасу бы еще не помешало, но до Кирасы, наверное, дело не дойдет. Стардар сколько там денег имеет? Ну, он только купил БКБ. Только БКБ взял. Владмирс там тоже есть. Ну, надо идти, да. Действительно, надо сейчас идти. Как бы я по-прежнему не понимаю решения Ханскина купить вот этот Родофотос. Да, он дает тебе ХП, но действительно был бы Аганим, был бы… Ну, Аганим, в принципе, тоже. Там, я могу сказать, что Айсбласты прям были какие-то феноменальные. Нет, они были, он ими попадал, но все равно Аганим… Тут Айсбласты, я бы сказал так, не самые важные файты. Ну да, да, да. Бывает такое, что прям там этот Айсбласт, он решает очень файты сильные. Тут нет, тут далеко не Айсбласт, но Родофотос. Ну, такой вот артефакт. Его там не уж капнули, там добавили возможность. Типа ПВР, если даешь Родофотос, то можно по ней попасть с шансом 40%. Ну, не в этой игре. Тут особо Родофотос. Ну, такое себе добавление, опять же, артефакт дорогой и дает не очень много. Именно как активной способности. Ладно, не об этом мы сейчас. Ну и колы готовы заходить по центру. Да, Свиндлесс. Свиндлесс уже готов прыгать на Бракса. Там бы свап, конечно, лучше бы дать от Лимпы, потому что Батрайтер… Ну, движения нету. Ну да, да. Какой-то варпы сюда вот тыкнуть бы. Ну или просто опять же, Свиндлесса в тупую прыгает и Браксика быстро надо убить. Просто вот Бракс единственная заноза. Вот это вот лассо очень неприятно. Все-таки дизейбл. С форстафом Батрайтер может очень далеко оттолкнуть. Ну и пока колы видят, что на топе очень много крипов, надо отходить походу. Надо кому-то делать ТП на топ. Отпушивать линию, иначе это бред. Они просто стоят. Что-то нельзя делать. Просто стоять и давать сопернику фармить. Ну давайте. Куда-то. На топ. Улетите на топ, отпушите линию. Да ну зачем идите по миду? Ну отпушить надо. Нет, отпушить надо на топ. Да лучше вот здесь это сделать. Намного проще отпушить линию вот здесь. Не надо на топ идти. Ну ладно. Кто-то полетел там и так там упал. Ну вышка за динайл Ханскин. Да. Тем более Париж может стоять и на километре от файта. Да. Занимайся себе крип с кейпингом и все будет окей. Сейчас отпушит топ линию. Ботом уже пропушим. Мид пропушен. И три не подпушены. Заходи куда хочешь. И потом если вы спушили одну сторону, идите скрипами на вторую, на третью. Но Шазам опять же немножечко пространство дает. Вот тоже у Дрейда на подходе в Ледмирс. А Медведь где? А Медведь пушит. Да. Тихонечко низ. Медведь свою работу делает. Медведь это такое, да. То пропушил, низ пушит. Ну то есть в принципе то, что надо делать в этой ситуации делают. Шазам и как бы к Мейсону каких-то претензий быть не может. Аааа. Есть в рейф на Чези. Сразу моментально свап. И Лимп. На пофиг именно. Это Десвард если честно. Ультаппарат отличный. Залетает. Правда в ветрах был МСС. Но не суть важна. Лимп побежал. Так же больно Вичдоктору. Просто буквально три удара и минус СВГ. Минус также МСС. Слим просто под экзорцизмом стоит и бьет. И бьет по этой Десвардии. Говорит, да мне наплевать на твой экзорцизм. И лицу. Минус. Очередной раз пытается поймать Бракса. Стан по Бракса. Бракс минус. Пытается Уки Мейсон. Ну не может. Других-то один выиграть файты. Не может. Чесси что сделал? Он бежал. Бежит от него Медведь. Вот сюда забегает. Чесси тоже бежит. Бежит сюда. Стоит вот здесь. У него готово все. И он просто берет отсюда. Плинк сюда делает. Прям никого нету. Может даблклик нажал. Ну это минус две стороны. Ну это ГГ. Это должно быть. Я не вижу смысла оставаться здесь в игре с Шазамом. Всегда можно конечно обсудить что делать дальше. Но это обычно происходит на разнообразных интернешнах, где тебе просто не дают времени между картами особо пообщаться. Здесь да. Просто пишешь ГГ и обсуждаешь уже что делать на второй карте. Отличная игра от комплексти. 1-0 вообще без каких-то. Так крутая игра. Я реально получил удовольствие на сколько колы делают все слажено. Буквально там с первой минуты. Вот эти со страйки шпуляли, убивали. Действительно красиво. Ну и Шазам по мне так, по мне так провальный пик. Непонятно как они собирались с ним просто выигрывать и что хотели делать. Ну просто набор героев. Да. И вот набор героев, который должен был сработать, наверное, по какому-то замыслу. Я не знаю. Они должны были типа толкать товара с Баньшой и Ландруидом. Бэтрайдер должен был ловить вместе с ВД, убивать. И даже МСС вроде поначалу на своем распирите чего-то делал. 1-10-1 Рицу. 1-10-1. Да. Ну захейтили его. Захейтили. Так делать нельзя. Рицу-то сейчас не отойдет. А, ты в этом плане. Ну так делать нельзя, если ты играешь за команду Шазам. А если ты против них, то лучше найти самое больное место и давить. Ну что, 1-0 комплексти. Вторая карта начнется через 10 минут. Ну а мы пока передаем слово на наш любимый диван. Субтитры сделал DimaTorzok.